Мы потеряли. 2 марта 2019 года, 17-2. Тина Кандилаки. Медиаминаджер, телеведущая. С утра узнала, что умер Жори Салферов. Один из последних магикан советской науки. Как и любой ученый, романтик и идеалист. Он пережил многое и остро чувствовал, что происходило с большой наукой в Новой России. Здесь много известных причин из прошлого. Иммиграция ученых после революции, последующая закрытость советской науки, невыездной статус ученых, репрессии и новая волна иммиграции после развала СССР. Я, узнав про уход Альферова, дала его цитату. Отставание в науке – не следствие какой-то слабости русских ученых или проявления национальной черты, а результат дурацкого реформирования страны. Представьте себе, что США будут разделены на 15 независимых государств. Что будет с этой величайшей экономикой мира? На какую планету они тогда полетят и куда пошлют свои авианосцы? Альферов. RIP. Также по теме. Всегда стоял на принципах справедливости. Ушел из жизни Нобелевский лауреат по физике Жори Салферов. На 89-м году жизни скончался всемирно известный ученый, лауреат Нобелевской премии по физике Жори Салферов. По словам врачей, причиной. На нее многие отреагировали, потому что это очень болезненная правда для всех. Ситуацию после распада СССР мое поколение прекрасно помнит. Потеря половины научных кадров, научные сотрудники бывших советских республик, отсутствие финансирований и закрытие наукоемких предприятий, инфляция, нищенские зарплаты, ниже прожиточного минимума и массовая эмиграция наиболее востребованных кадров. Люди бежали из разваливающейся страны. В Тбилиси была знаменитая улица Мицкевича, где жили зажиточные Армении и евреи. Все еврейские семьи на этой улице были научными династиями. После распада СССР многие уехали по специальной программе в Германию. Да, возможно, они встретят старость лучше, чем в Тбилиси на улице Мицкевича, но наукой они больше не занимались. Не закрывались, ученые меняли сферу деятельности, никакой переподготовки кадров не осуществлялось. В 80-е СССР производил порядка 20% мировых промышленных товаров, в поздних 2000-х – менее 4%. При этом отечественная промышленность отнюдь не имела недостатка в творческом потенциале и оригинальных идеях даже в 1990 году, несмотря на уже разразившийся в полной мере социальный кризис и стагнацию экономики. Перспективные разработки просто не доходили до промышленного производства, а то и вовсе оставались на бумаге в единственном экземпляре. Так, в этот период шли разработки прототипа GLONASS – Единой космической навигационной системы «Ураган». Структурные проблемы российской экономики привели к тому, что необходимые работы по обслуживанию системы практически не проводились. В 2001 году орбитальная численность космических аппаратов составила лишь 6 штук. Вместе с этим деградировал и наземный комплекс управления. Лишь в 2001 году была принята федеральная целевая программа «Глобальная навигационная система» на 2002-2011 годы, целью которой было восстановление и модернизация GLONASS. Велась работа над созданием истребителей пятого поколения, закончившаяся созданием прототипа МИГ-1.42. На ВАЗе был разработан крайне перспективный роторно-поршневой двигатель – РПД – внутреннего сгорания, но отсутствие стратегического планирования разработок в данном направлении привело к тому, что следующие модели РПД пошли в массовое производство лишь в конце 90-х и уже, в свою очередь, были достаточно устаревшими. А сегодня технологиями РПД занимается лишь японская корпорация – МАЖДА. Многие исследовательские центры создавали свои концепции собственными силами, без должной поддержки со стороны государственных структур и компаний. Это, конечно, позволяло наработать перспективные технологии и хоть как-то сохранить исследовательский потенциал, но не более. Деструктивные процессы этого периода в экономике страны были усугублены отсутствием сформулированного ответа на вызовы управленческо-экономического характера, в первую очередь на государственном уровне. Распад СССР шел бок о бок с эрозией промышленного и научно-технического потенциала страны. А колбасила страну по полной. Тот же Ельцин в 1996-м подписал указ номер 424 о некоторых мерах по усилению государственной поддержки науки и высших учебных заведений Российской Федерации. И он же после завершения второго тура выборов отменил этот указ другим постановлением о дополнительных мерах по обеспечению режима экономии при исполнении федерального бюджета. В его тексте написано «Приостановить действия указов президента, приводящих к увеличению расходов федерального бюджета по перечню согласно приложению». В этот перечень вошел и указ номер 424. У меня есть товарищ, который работает младшим научным сотрудником в НИИ. То, что он рассказывает, печально. Ученые доживают, а те, кто сумел приспособиться, зачастую работают на зарубежную науку и высокотехнологичный сектор, дистанционно или переехав. 800 институтов прекратили свое существование после распада СССР, что привело к отмиранию понятия «отраслевая наука». В 2004 году персонал, занятый научными разработками, составлял в России менее 840 тысяч человек, а собственно ученых среди них было 491 тысяча. Число ученых сократилось в три раза, а их средний возраст 40 лет дошел до 60. По относительной численности ученых страна опустилась с первого на седьмое место. За период с 1990 по 2003 год количество научных и проектных организаций сократилось в 7,8 раза, конструкторских бюро – в 3,6 раза. При этом оставшиеся институты ИКБ оказались не включенными в государственную повестку. Жорис Иванович говорил, «Самая главная беда – это невостребованность нашей науки, невостребованность наших результатов экономика и общества». Алферов – величайший ученый и подвижник отечественной науки, нобелевский лауреат, оставшийся в России и делавший науку здесь. Он заставлял государство посмотреть в сторону науки, а науку – в сторону государства, говоря о том, что в исследовательской работе необходимо отталкиваться от задач, от вызовов страны, а решения и люди найдутся. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.